из-за угрозы из Украины. В Брянской, Курской и Белгородской областях ввели режим «Кто?». На территории Брянской, Курской и Белгородской областей РФ был введен режим контртеррористической операции «Кто?». Москва объясняет меры повышением угрозы со стороны Украины. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на Российский национальный антитеррористический комитет, НАК, и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, Брянская область. Российская сторона информирует, что соответствующее решение о режиме «Кто в Брянской области?» было принято начальником местного управления ФСБ генерал-майором С.В. Ворониным. Правовой режим «Кто вводится в Брянской области?» с 23.009 августа. На какой период времени, не уточняется. В заявлении НОК указывается, что это осуществляется в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз Украины. Кроме того, говорится о соответствующем уведомлении взаимодействующих силовых структур и органов власти этой области РФ. Курская область. Вместе с тем власти Курской области также заявили о введении режима «Кто в регионе?» и по аналогичной причине. По решению Национального антитеррористического комитета, в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим «Кто?» говорится в публикации курского губернатора в Телеграм в 040. Белгородская область. Также в российской НАК заявили, что режим «Кто» вводится и в Белгородской области. В заявлении НАК рассказывается о беспрецедентной попытке со стороны Украины дестабилизировать обстановку в ряде регионов России. Также комитет говорит, что в соответствующих трех регионах вводятся дополнительные меры, направленные на усиление антитеррористической защищенности. Ситуация в приграничных с Украиной областях РФ. Все три региона, где российская сторона ввела режим «Кто?», граничит с Украиной на северо-востоке. Из Брянской, Курской и Белгородской области Росармия регулярно наносят удары по украинской территории, также они выполняют роль логистического хаба для захватчиков. Между тем в приграничных с Украиной областях российские власти ранее инициировали создание фортификационных укреплений и линий обороны, пугая местных жителей возможным нападением со стороны Украины. Однако в данных российских областях уже долгое время жалуются на воздушные атаки со стороны Украины, во время которых фиксируются попадания, в частности по российским военным объектам, складам оружия, аэродромам, НПЗ, базам и т.д. И также время от времени проходят трансграничные рейды. Так, по неофициальным данным, за последние дни российские власти, могли потерять контроль надрядом населенных пунктов и сотней квадратных километров в Курской области, включая город Суджа. Более подробно о ситуации в Курской области, где фиксируется прорыв, и о снятии России войск для защиты Курска, в материале РБК «Украина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова